У меня в студии сегодня просто праздник, потому что у меня сегодня в студии два гостя, вернее, две гости. И это, ну, то есть нередкий случай, когда умница одновременно и красавица, но когда еще это и прекрасный водитель, и автогонщик, автогонщица, это прямо вообще колоссальная редкость. У меня сегодня в студии Светлана Муравейникова водитель-испытатель, автомобильный спортсмен, гонщица, тренер, человек, который учит водить других, причем водить в автоспорте. И Инесса Тушканова, тоже гонщица, раллийный пилот и, на минуточку, обладатель Кубка России по автомобильному спорту в классе миджетов. Это кольцевые гонки такие, да, на маленьких автомобильчиках. Инесса, здрасте. Здрасте. Вот, а поговорить я хочу о том, разные ли мы за рулем, мужчины и женщины. Вот как вы считаете? Безусловно. Я, когда обозначал эту тему своим друзьям, я говорил, ребят, вот мне, ну, интересно, почему, вот, предположим, когда я езжу, там, я въезжаю во двор, мне нужно проехать, скажем, какой-то узкий двор. И вот я его проезжаю, и мне в лоб выезжает машина. Для того, чтобы сдать задним ходом той машине, нужно 5 метров. Мне 100. Но автомобиль стоит. И я с большой долей уверенности могу сказать, что за рулем девушка. Да. Женщин гораздо сложнее почему-то понять, как двигается машина задним ходом. Хотя, как говорил Эрнест Сергеевич Цыганков, для этого нужно проехать всего лишь на всего 8 километров задним ходом. Но самое смешное, что один из последних раз я наблюдала такую картину в отношении мужчины в Пенсне. Вот, вот. Когда маленькая машинка девочка, и он видел чувство собственного достоинства, ну, он же дядя взрослый, а ты, девочка сопливая, давай двигайся. А за девочкой сопливой еще три машины ехали, и им как раз нужно было всем трем машинам двигаться не менее 70 метров, а ему те же 7. И он не стал уступать. Да куда же он денется-то? Я рекомендовала в таких ситуациях выйти из машины и сказать, а я вообще не умею ездить задним ходом. Кстати говоря, я такое использовала, когда мне пытались в наглую выехать в лоб, там, где это было неполучно. Ну да, ну да. Если вы согласны или не согласны, я сейчас обращаюсь к слушателям с тем, что женщины и мужчины все-таки водят по-разному, звоните, пожалуйста, в эфир, код города 495 и телефон 6510996, или пишите на сайт finam.fm. Потому что нет, вот я поговорил с друзьями, со знакомыми в процессе подготовки, понял, что все-таки нет единого мнения. Понял, что люди четко делятся на две категории. Первый говорит, что да, действительно, там, мы разные. Дальше уже идут градации. Кто-то говорит, что да, женщина за рулем, это обезьяна с гранатой, да нельзя ни в коем случае там сажать, да только мужики могут водить. Кто-то говорит, ребят, это сексизм, это вообще граничит там с преступлением, мы, у нас равные права. Ну и действительно, я, например, сложно согласиться, естественно, со вторым. Конечно, уже у нас равные права. Можно, Леонид? Да. Мы с вами выяснили, что у нас есть некоторые совершенно общие, замечательные знакомые, да. И вот, когда я писал диплом у Дивакова... Александр Николаевич Диваков, это эксперт авторевью, старейший... Ну, один из немногих человек, который разбирается в устойчивости и управляемости автомобилей в этой стране. О, да, в этой нашей стране. Да. Так вот, заканчивала я свой диплом тем, что у нас есть такое понятие, как психофизиологическое восприятие движения автомобиля. А так как психика у мужчин и у женщин разная, и она зависит не только от пола, но и от настроения в данный конкретный момент, и у мужчин, и у женщин, соответственно, этому и ездят все по-разному. Единственное, что если человек тренирован, к коим мы с НС имеем отношение, мы свои настроения сводим к минимуму, поэтому у нас более стабильное, так же, как и у профессиональных водителей, восприятие на изменение параметров движения. То есть вы спокойнее? Не то, что спокойнее. Извините, мы обладаем некоторыми, так сказать, навыками, что мужчины, что и женщины. То есть мы делаем приблизительно одни и те же вещи, чтобы проехать поворот или прямую, или какую-то дистанцию. Да, физика-то она одна. И со стороны ты никогда в жизни не отличишь, мальчик там сидит или девочка. Это точно так же я вот хотела сказать. Да, мы разные, мужчины и женщины, но когда художник пишет картину или художница, и картина хорошая, и неважно, кто ее написал, мальчик или девочка, картина хорошая. Нет, не соглашусь. Почему? Нет, не соглашусь. И проза бывает все-таки мужская и женская. Но вы со стороны же не можете отличить, кто едет, мужчина или женщина? Ну вот, нет, ну это вы можете отличить, потому что, ну, у вас опыт есть, да? А мы говорим про среднестатистического человека, да, который вот... Ну это правда. Меня никто не отличает, ну вот в городе, когда я еду, ну как бы, когда я выравниваюсь или объезжаю. Ну мы говорим-то не про автоспорт, да, в принципе, потому что у нас там женщины раз-два и общался, и в принципе говорим об отличии вот в городе, да, в гражданских условиях. Давайте сейчас примем звонок, сейчас в студию дозвонился Станислав. Станислав, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой случай. У меня, когда сдавал права А, обучался в автошколе, и у нас была преподавательница Виктория Александровна. Очень великолепный ездит на моноциклах, и даже экстрим в школу преподает. Здорово. Но почему-то большинство моих знакомых женщин, включая мою жену, хотят покупать права. Так. И ни разу не хотят сдавать. С чем это связано? Не знаю, с чем это связано. Вот мне вот интересно узнать, много ли таких людей, которые просто покупают права? Да, много. Хорошо. Станислав, понял. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это психика женская совершенно не может воспринять, когда пыхающие злобы человечище, который еще может сучить ногами, непонятно в какой амплитуде, и понравится ли этому мужчине запах духов этой женщины. Ну да. И что он сотворит? Нажмет он педальку тормоза или сцепление? Непонятно. То есть чисто психологический страх перед экзаменом. У меня был случай, когда... Да, потому что поискать вот такого тренера, как вы, Светлана, да, ну, поискать... Надо поискать, да. Надо поискать, да. Не, ну, все равно чисто твой психологический, свой психологический страх из-за тебя никто не преодолеет. Это чисто индивидуально и самостоятельно. Так вот, вот это вот одно из самых сложных. Если сейчас поменяют все-таки систему сдачи экзаменов, когда человек сам будет на площадке один сидеть без инструктора, а там будут камеры, которые наблюдают и руководят процессом вождения, женщинам, возможно, будет легче это сделать. Потом, если женщина уверена на сто процентов, что она все сделает правильно, она и не будет обращать внимания. Если ей скажут, что ее провоцируют на то, чтобы она не сдала, она пойдет сдаст. А так, в основном, это чисто психологический страх, и во многом он обусловлен. Я думаю, что если бы инструкторов женщин было больше, да, вот поправьте меня, если я не прав. Мне кажется, что... Нет? Не факт. Не любят. Женщины женщин не любят. Хорошо, соглашусь. Все равно женщины даже считают, что мужчина, учитель, он лучше. А вот по причине, почему покупают права, я вот, исходя из опыта своих подруг, да, как бы знаю, а зачем им напрягаться, если им проще купить, нанять инструктора, который приедет к ним под дом, в их автомобиль уже, который уже стоит нам полгода под дом, он сядет, все покажет, все расскажет. А когда им лень, они возьмут водителя, да, там, ой, я не умею паркаться задом, я не хочу напрягаться. Это просто нежелание, ну, как бы, напрягать что-то, да, точно так же, как сдавать задним ходом. Мы ленивые, оп, мы не умеем, все, все, хитрость. Зачем надо, надо, да. Борь сварить, пожалуйста, там, не знаю, красивая пройти где-то, пожалуйста, задом, да, ну вас. Это правда. Нет, мы об этом еще поговорим, о том, кому что удобно, в каких ситуациях, но то, что, безусловно, российскую систему обучения вождению автомобиля надо менять и приспосабливать ее к тому, да, чтобы... Да, это очевидный факт. Абсолютно. Я думаю, что... С точки зрения безопасности даже. Конечно, конечно. Этих же людей. Конечно, конечно. Это отдельная тема, и мы в рамках дорожного просвета ее обязательно еще раз потом поднимем. А пока давайте послушаем новости на Финомафе. Еще раз доброе утро всем. Сегодня у нас в студии такой стоит острейший гендерный вопрос ребром Адама. Мужчины и женщины, вводим ли мы по-разному, и если да, то почему? И в студии у нас Инесса Тушканова, обладатель Кубка России 2011 года по автогонкам в классе Миджет, и Светлана Муравейникова, преподаватель, инструктор по вождению, тренер по автоспорту. Звоните, пожалуйста, в студию, если у вас есть вопросы, по телефону 6510996, код город 495, естественно, и пишите на сайт finam.fm. Вот у нас дозвонился в студию Салям. Алло. Алло. Салям. Да. Приветствую. Привет. Привет. Алло. Да-да-да. Я хочу сказать вот что. Чаще всего в обсуждении с женщинами этот вопрос сразу переводится в плоскость тексизма. Да. И женщины чаще всего воинственные сразу, ах, вот мы разные, значит, ты считаешь, что мы не должны быть за рулем. Милые мои, любимые, хорошие. Нет. Вовсе нет. Все люди разные. У всех есть способности. И за рулем должны быть те, кто хорошо будет. Это обязательно. Те, кто будет плохо, дальше должны либо совершенствоваться, либо вылезти из руля. И отношения к сессизму этого никакого нет. Женщины действительно вас много воспринимают по-разному, и уважаемые присутствующие меня поддержат в этом полностью, они это видели. Их просто надо по-другому учить. И в этом вот самая большая проблема нашего образования. Неправильно учат. Да. Каждому должен быть свой подход. Будет свой подход, будет тот же самый результат. И на дороге будут те же самые хорошие водители. И не будет видно, это мужчина или женщина. Это норма. А вот когда начинают говорить про то, что нет, это все про женщин, про женщин, это уже как раз женщины и становятся сексистками. Вместо того, чтобы больше учиться, а им действительно приходится в некоторых случаях большему учиться, начинаются разговоры про такие, нападки защиты по вине. И мне кажется, надо не просто острие вопросов перенести. Вопросы не должны быть острия, и тогда все это можно перевести в деловое русло, и действительно должны быть разработаны программы для женщин. Или можно это обозвать по-другому. Хорошо, щадя чувства. Многие из них воспринимают это очень остро, саму постановку вопроса. Разделить на какие-то тесты. Каждый сдает тест, и говорят, ты будешь учиться по такой-то программе. Ты попадаешь в эту группу. И не говорить, что это женская группа. И не говорить, что это для девушек или для пожилых, или еще чего-нибудь. И все. И тогда будет мир в умах и готовность воспринимать. Ну, кстати, это здравая идея. Здравая идея, совершенно правильно. В общем-то, мы об этом давно и говорим. И я и занимаюсь только индивидуально. Солен, спасибо большое. Да, спасибо большое. Это очень грамотно все сказано и рассказано. И это то, чем, собственно говоря, я и несколько моих коллег занимаемся уже более 15 лет. А я как действующий ученик хотела бы добавить этот факт, что нужен определенный подход. И со своими коллегами, девушками, пилотами мы обсуждаем, так сказать, программы обучения, под которые мы попадали. Что мы пробовали. Потому что путь, ну, как бы я прошла огромный, вот, когда я проходила становление как пилота, я его до сих пор как бы прохожу, потому что нет предела совершенства. Это же учиться, да, абсолютно всегда. Но на тот период, да, как бы, что меня учили вот так, как мужчин, грубо говоря, и это не давало никаких результатов. И у меня появился тренер-человек, который, вот он, я у него не первая девушка-пилот, вот, и абсолютно другой подход. Мы по-другому воспринимаем информацию, мы по-другому относимся к вещам, да. Вот, вот, вот. И вот это факт, потому что невозможно научить, вот, парень, да, и девушка. И вот, если они будут идти одной дорогой, то есть... Результаты будут разные. Да, результаты абсолютно будут разные. А если, вот, найти подход, да, вот, к девушке, то можно развить это. Знаете, давайте сейчас послушаем Татьяну Мизинова, психолога-психоаналитика. Да, мы попросили Татьяну прокомментировать, вот, какие-то возможные различия в восприятии информации мужчинами и женщинами. Татьяна, здравствуйте. Алло. Алло, Татьяна. К сожалению, что-то случилось. Нет. Давайте тогда сейчас... Тогда можно я пока, значит, с психологией сталкиваемся индивидуально со всеми, и с мужчинами, и с женщинами, и чаще всего, вот, на момент обучения происходит следующее. То есть, женщина не совершит действий правильных или неправильных в экстремальных или сложных ситуациях, если она их не сделала заранее. Заранее. Она не будет экспериментировать. Она не будет экспериментировать. Даже если она один раз видела, на риск она не пойдёт. То есть, она обязательно должна это продумать, сделать, проделать, и только после этого она пойдёт. Мужчина может идти на пролом, да, то есть, он увидел, услышал, и всё. Я хочу добавить ещё к этому, что всё-таки автоспорт, ралли и быстрая езда, к которой я стремлюсь. И, ну, вот, работа над собой, это каждый раз я преодолеваю вот эти вот, то есть, я двигаю порог своего, как бы, восприятия мира. Ну, не то, что даже скоростного, он у меня, как бы, не так, не такой низкий, но для того, чтобы быть, вот, на, так сказать, на высокой позиции, нужно себя, как бы, ломать очень сильно. Потому что женщины у нас, это природно инстинкт самосохранения, всё вот эти вещи. Да-да-да-да-да-да. И это есть вот эта неуверенность какая-то там, ещё что-то. Это труд, это труд. Автоспорт, в первую очередь, это борьба с самими, с собой. Абсолютно. А ралли, это для нас, я думаю, просто высшая степень вот этого стремления. Татьяна, это во многих ситуациях настолько катастрофично, что нужно будет ещё сто раз подумать, а она нам надо. Вот давайте послушаем Татьяну. Алло, Татьяна. Алло. Не хочет Татьяна. Татьяна с нами не хочет. Мы, видимо, с психологией разбираемся. Хорошо, тогда дозвонилась до нас Ольга. Нет, что-то, проблема. Оксана. Дозвонилась до нас. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я вот хотела рассказать по поводу покупки женщинами прав. В нашем стране абонент говорил. Так. Я расскажу просто, как я шесть лет назад сдавала на права. Честно, отходив теорию и всё сдав на пятёрке, сев первый урок с инструктором машину, он мне сказал сразу, ну что, первый раз ты не сдашь, и второй раз не сдашь. Легче купить. Ну, это безобразие, конечно. Просто безобразие. На что я стала, вышла, купила права, поскольку всем люди работающие, да, и ходить пять раз и шесть раз сдавать по картам, а не до шумзду какой-то, это невозможно. Поэтому, но поверьте, я не поехала на улицу с купленными правами, я наняла частного инструктора, шикарный был мужчину, спасибо ему большое, который возил меня везде. До тех пор, пока я не научилась как следствие. Поверьте, за шесть лет, вот я езжу, у меня не было ни одной аварии, и все мои мелкие аварии были при вине мужчин, которые у меня во дворе, в общем-то, паркуясь, задевали мою машину. Вот, поэтому пока будет такая вот коррупция в нашей стране, и вот такие инструктора. Это правда, это правда. Женщины просто психологически это тяжело. Нам вообще тяжелее, скажем так, ездить, мы действительно больше боимся. И, ну, больше боимся почему? Почему? Там дети, лицо и так далее, да, не потому что мы боимся ездить, а потому что мы бережем себя больше, чем мужчины. Менее обещает там, может быть, да, чего-то. И, может быть, нам нужно как-то действительно по-другому преподавать, но женщины все равно ездят и будут ездить в нашу стране. Оксана, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо большое. Но самое замечательное, что, слава богу, ко мне приходят женщины, которые вот совсем недавно совершенно замечательной была. Наденька Романа, которая пришла и сказала, а я сдавала сама и экстерном. Я посмотрела на стоимость сдачи, и я решила, что я буду сдавать до тех пор, пока не сдам. И она сдавала экстерном. То есть те деньги, которые тратят на то, чтобы заплатить гаишнику и купить права, она третьего раза сдала экстерном. Молодец. Сама, безо всего, это сложно, потому что у меня оба моих ребенка сдавали экстерном, несмотря на то, что они умели, все к ним придираются. Я это точно знаю. И за то время, пока они сдают экстерном, можно научиться ездить, в конце концов. Зачем платить деньги? Это действительно не хотят научиться, а хотят купить бумажку. Ну да. До тех пор, пока это будет. Это правда. Давайте еще примем звоночек. Ольга до нас дозвонилась. Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Очень хорошая передача. Вообще, дорожный просвет. И очень интересно сегодня. Спасибо вам. У меня, вы знаете, тоже, к сожалению, опыт не очень хороший с женщинами. Я сама больше 10 лет за рулем. И очень хорошо, как мне кажется, достаточно быстро, уверенно вожу. Но и на права сдавала сама в свое время. С первого раза у меня получилось. Но каждый раз я с ужасом въезжаю во двор. Думаю, я не знаю, может быть, многие тоже знают такое выражение. Я не женщина, а я думаю, только вы не баба. Только бы не встретилась мне на встрече только не женщина. То есть есть все равно разница. Может быть, вот в ощущении габаритов автомобиля. Вот мне интересно... Ну, как говорили, что не хотят учиться. Просто передвигаются. Нет, нет. Дело не в этом. Все-таки, мне кажется, есть какие-то... Ольга, спасибо большое. Мне можно еще один комментарий? Я бы просто хотела сказать один момент. Я постоянно на протяжении вот этих 10 лет вижу одни и те же аварии в двух ситуациях. И когда я еще не водила машину, но сидела рядом со своим папой, он мне сказал, запомни две вещи. И они тебя спасут на всю жизнь от проблем за рулем. И первая вещь, они действительно спасают, это съезды с автомагистрали. Я бы просто хотела сказать, может быть, это кому-то поможет. Если мы едем по автомагистрали и по любому большому проспекту, по МКАДу, по хорошему чистому асфальту, совершенно не обязательно такой же асфальт будет на всех вот этих съездах, на поворотах, на мостах. И здесь всегда очень важно снизить скорость. И очень часто заносят, потому что там образовывается лед. И второй момент, который он мне сказал, и просто тысячи аварий я все время вижу в этой ситуации, это заезд на автомагистраль, когда ты въезжаешь не первым. То есть две машинки, например, заезжают на МКАД. И первая машинка вроде бы тронулась. И водитель второй машинки, который стоит за ней, он уже смотрит не вперед на эту машину, которая впереди него тронулась, он уже смотрит налево, значит, наступает он на газ и въезжает взад вот этой впереди заезжающему автомобилю. Да, есть такое. Я даже, я попадал в такую ситуацию. Очень, я бы очень поблагодарила, если бы вы зацентировали на этом внимание, потому что в автошколе меня, например, там не учили. А папа мне сказал, смотри, чтобы впереди тебя сначала, машина уехала полностью. Не начала движение, а вот она уехала, дорогу освободила, и потом уже смотри налево и въезжай на магистраль. Ольга, спасибо большое. Да, спасибо. Действительно, вот смотрите, как много ситуаций, как много, вернее, какое важное значение имеет обучение. Безусловно. Безусловно. Интересное у нас обсуждение. Получается, что пока мы договорились до того, что женщинам тоже, как и мужчинам, очень важно, чтобы их правильно учили ездить. Мы рассуждаем на эту тему. У нас в студии Инесса Тушканова, автогонщица, и Светлана Муравейника, автогонщица и инструктор. Звоните, пожалуйста, в эфир по телефону 65 10 996. Пишите на финам.фм. И давайте сейчас поговорим с Татьяной Мизиновой, психологом, психоаналитиком, про то, все-таки есть ли какие-то объективные различия в восприятии информации между мужчинами и женщинами. Татьяна. Алло. Алло. Татьяна. Алло, добрый день. Добрый день. Да, да, наконец-то мы с вами можем поговорить. Наконец-то, да, срывалось. Ну вот, вот есть, например, такая тема, как, я не знаю, я, например, убежденный дарвинист, и я считаю, что хомо сапиенс, как вид биологический, формировался там десятки тысяч лет. И тогда не было ни автомобилей, не было ни равноправия полов, да, была вообще другая жизнь. Вот правда ли это? Вот вы как считаете? Ну, вы знаете, на данный момент никто точку зрения вашего и Дарвина пока что не опроверг. Естественно, в ходе филогенеза, то есть развития человечества, сформировались действительно различные функции, которые более или менее значимы для мужчин и для женщин. Мы прекрасно знаем, что, допустим, мужчины, они изначально охотники, в соответствии с этим зрение у них более концентрировано на чем-то. У женщин более развита периферическая зрение, потому что одновременно ей нужно было смотреть за ребенком, за очагом, и чтобы змея в пещеру не заползла. Естественно, спустя вот эти миллионы лет эволюции это находит отражение и в нашей сегодняшней реальности. И во многом определяет и стиль вождения. Когда говорят, что женщины водят хуже, чем мужчины, на самом деле это совершенно бесполезный стереотип. Женщина водит немножечко по-другому. Если женщина паркуется, возможно, она чувствует себя более нервной, чем мужчина, потому что как раз она видит много стимулов, боковое, там, не знаю, камушек, столб, и на них более нервно реагирует. Мужчины по натуре более спокойны и конкретно видят некую цель, куда им надо встать. Поэтому, когда мы говорим об обучении вождения женщины, нужно учитывать вот эти мелкие вещи. И определять вождение именно теми специфическими особенностями, которыми обладают женщины. Но, с другой стороны, в критических ситуациях мы не можем говорить о том, что женщина реагирует более быстро, чем мужчина. Конечно, у мужчины реакции значительно острее и быстрее. И в ситуации, когда нужно резко тормозить, если женщина специально не подготовлена, то больше шанс, что она руль бросит и испугается. А мужчина среагирует адекватной реакцией. Это воспитывается. Выработка чисто рефлексорных действий на изменение параметров движения. И эта реакция одинаковая и у мужчин, и у женщин. Вот, Светлана, я... Вы знаете, мы сейчас говорим о неких врожденных особенностях. И я полностью согласна, что любую реакцию, которая есть, у женщины можно развить, и она будет намного лучше, чем у мужчины неподготовленных. Но и мужчины, и у женщины должны быть подготовлены к вождению. Нет, это понятно. Конечно, я согласна, но изначально мы отсталкиваемся от того, что нам дано природой. Это такие реакции, это что-то бессознательное. Это бессознательное. Это что ты не контролируешь. Это можно наработать. Абсолютно точно. И смотрите... Я за собой замечала, что есть такие вещи, которым, например, я не подготовлена, но это откуда-то вылазит из подсознания. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, любое ваше действие на какую-то сложную ситуацию, разве это не есть реакция? Это как раз и является вашей реакцией. Мы вот это говорим, что это разная, но я женщина. Но когда реакция еще и натренирована, да, то есть реакция это способность человека реагировать на что-то. Вот когда мы несколько раз что-то проигрываем и повторяем, как раз это и становится нашей реакцией. Вот если женщину готовить, мужчину нет, то... Ну вот она разная врожденная, что у мужчин, что у женщин. Реакция врожденная, вот. Она есть разный. Правда ли, Татьяна, что женщин в массе своей, конечно же, есть исключение. Но в массе своей тренировать реакцию женщины нужно дольше и тщательнее. Вот скажем так. А в массе это кто проверял вообще? Я, знаете, один раз проходил... Это правда, это правда. Совершенно уникальность. Вот я прошу прощения. Конечно же, конечно же, нужно отталкиваться от конституционных вещей. Бывают изначальная женщина с быстрой реакцией, и мужчины с медленной. Ну, как и все, конечно, конечно. Но если мы, наверное, подходим к целикомной популяции, да, то реакции женщин, они немножко более медленные. Но, однако, способ усвоения... Вернее, если хорошо обучить женщину, наверное, она будет реагировать более замечательно и более хорошо, чем у мужчин. Абсолютно. Потому что сколько спортсменок, спортсменок с прекрасной реакцией. Конечно, конечно. Да, да, да. Скажите... Да, Светлана, да. Вы знаете, я просто в свое время проходила совершенно замечательный тест на возможность управления автомобилем в экстремальных ситуациях. Это было управление наше, там, 17-ое, 9-ое, там, они очень мудрые. Но такими психологическими тестами и проверкой на возможность влияния, я знаю, вот совершенно недавно разговаривала с женщиной, которые проверяли машинистов электропоездов для уменьшения аварийности. Я проходила водительскую подготовку. И? Когда я спросила просто, ну, там, те данные, они же не открывают, это же за открыткой организации. Тем не менее, я спросила, и как? Они удивились, они говорят, вы знаете, выше среднего, а там проходили одни мужчины. То есть я была единственной женщиной. То есть не самая высокая, да? Или у вас выше среднего? У меня выше среднего. Ну так, конечно. Но я, они очень боялись, что я буду проходить, там ни мужчины не проходят эту подготовку. Да, да. Время реакции, время запоминаний, всё там есть. У нас этого не проходит, у нас это не развито. И посему, вот если была развита в РЖД психологическая компания, которая занималась для уменьшения аварийности вот такими, то почему у нас водители, хотя бы которые ездят на автобусах, сейчас колоссальное совершенно количество аварий с автобусом. Это правда, это правда. Проходили бы какой-то психологический тест на утомляемость, на время реакции в утомляемости. Ещё один. Это уже как раз с АЗЛК, с момента наших исследований там. Там проходили испытания порядка ста водителей. Нет, лётчиков-истребителей. А, лётчиков. Лётчиков-истребителей. У них-то реакция высочайшая. Их отбирали, да. Их по реакциям проверяли, да. На способность думать в резких боковых ускорениях. То есть это наши заносы. А, да. Там заносы ещё и меньше, чем у автомобилей. Я, ну, как бы могу говорить, как это. Абсолютно разные ощущения с автомобилем. Абсолютно разные. Да, но там мягче. Гораздо мягче, просто дольше. Ну, как бы это всё. На автомобиле больше стресса. Так вот, эти исследования, да. Эти исследования, да. Показали, что из ста лётчиков 70 не способны думать в резких боковых ускорениях. Потому что кровь отливает от мозга. Очень тяжело физически. Это лыка в строку. Они не способны думать, но они действуют инстинктивно. Это мужчины. Это рефлексы. Поэтому мы можем думать, разговаривать только... А рефлекс охотника работает в этот момент? Это не охотника. Почему? Это наработка. Чисто рефлексорных действий. Ну, и вообще полётные истребители, я думаю, это тоже. Они привыкшие. Как мы разговаривали с пилотом, он говорит, я не чувствую уже этих перегрузок, мне нормально. Ну, то есть я первый раз не стала, а второй раз не идти уже легче. То есть в своё время, когда я разговаривала с Деваковым и выясняли эти вопросы, я говорю, тогда зачем нужно моё преподавание, как я могу человеку правильно научить выходить из заноса, из экстремальных ситуаций, если человек не способен думать. То есть у меня люди со слаборабозитым вестибулярным аппаратом приходят, да? И это катастрофа. То есть мне иногда приходится вот просто часами восстанавливать им какую-то... А тем не менее вестибулярный аппарат, он тренируется, вы знаете? Ну да. Нет, всё тренируется, мы об этом и говорим. И всё равно это нужные тренировки, на каком бы уровне этого ни было. И, к сожалению, я, в общем, сейчас печально то, что приходят в основном начинающие с купленными правами, которые хотят чуть-чуть повысить и всё. А начинали мы с того, что к нам приходил народ от двух лет стажа и выше. И они, конечно, поднимали это... Они способны нейтрализовать тяжёлое положение на дороге. Светлана, давайте поговорим с Ириной, которая давно очень ждёт на линии и хочет нам что-то сказать. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже полностью присоединяюсь и ко всем слушателям. Очень интересная передача, очень актуальная тема поднята. Спасибо. Я врач по профессии, 15 лет водительского стажа. Очень внимательно всё послушала, что вы говорите, обсуждаете. Практически со всем согласна. Но что я хочу сказать? Хочу высказать свою точку зрения. Возможно, она будет и как бы не всем близка. Мне думается, для того, чтобы хорошо обучить любого абсолютно человека, будь то мужчина, будь то женщина, вот хорошо его обучить хотя бы первоначальным навыкам, определяющей составляющей, я дальше скажу, что я имею в виду, определяющим моментом является опыт и педагогические способности самого педагога. Это самое главное. У меня глубокое убеждение в этом. И уже потом на втором месте, что называется, личность самого обучаемого и наработанные в дальнейшем опыт, навыки и так далее и тому подобное. Вот в связи с этим у меня практический вопрос, если можно ответить на него. Я обращаюсь к Светлане. Скажите, пожалуйста, реально ли попасть вот моим знакомым к вам как-то на курсы? Или вы недоступны? Возьмите мой телефон в редакции. В редакции, да. Я же вам не могу его сказать в эфире. Почему? Скажите, пожалуйста. А в эфире, если можно. Конечно, конечно, скажите, пожалуйста. 916. А как? 916. Да. 694. 694. 76. 76. 90. 90. Спасибо вам огромное. И еще раз, вот с учетом именно врачебного стажа, вы все очень правильно обсуждаете и комментируете, даже затрагивая вот такие чисто медицинские вопросы. Так что спасибо вам огромнейшее за передачу и удачи вам во всем. Спасибо. Спасибо, Марина. Всего доброго. Всего доброго. Ну вот, здорово. Я действительно всем настоятельно рекомендую Светлану. Потому что, конечно, вообще я, вот честно говоря, я столкнулся с тем, я только в авторевью работаю 17 лет, за рулем я там вообще с 13 лет, просто там у меня постоянного водительского стажа лет уже 25 или 26. Я учился у Александра Николаевича Дивакова и так далее, но вот даже процесс моего обучения был очень сложен. И, например, я очень долго не мог... Александр Николаевич очень редко кого мог учить. Да, да, да. Я очень долго не мог понять принцип управления полноприводным автомобилем. И никто, никто не мог мне... И только потом, фактически, собрав по крупицам всю информацию, я там сам додумался до того, что, так сказать, это управление вектором тяги и так далее. Ну вот когда это говорит Александр Николаевич, здоровья ему и всего самого хорошего, это приятно. А когда ты слушаешь о Зайлковских товарищей, которые молчи, дура, сказали, делай так и не выступай. И лишних вопросов не задавать, да. И лишних вопросов не задавать. Почему? Да потому что он сам, как собака Павлова, знать знает, а сказать не может. Абсолютно. Это проблема очень многих гонщиков. Да, 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 совершенно верно. То есть объяснить, почему и как. А женщина, вот уникальное создание, если она не поймет, я обучила, как куча инструкторов еще ко всему вдобавала. Я говорю, вы объясните, напишите, расскажите, хоть спляшите. Учить, учиться. Объясните женщине. Хорошо, хорошо. Продолжим сейчас, а пока новости. Мужчины и женщины. Разные мы, насколько и почему мы вводим так, как вводим. Вот сегодняшняя тема. В студии Инесса Тушканова, автогонщица, и Светлана Муравейникова, автогонщица и тренер по автоспорту. И сейчас мы хотим задать вопрос в эфире Павлу Сергеевичу Бесчастнову, врачу-психиатру и психотерапевту. Павел, приветствую вас. Алло, здрасте. Здрасте. Вот скажите, я с огромным удовольствием читаю ваш блог в интернете, в живом журнале. Спасибо. Вы потрясающе, грамотно, дико, интересно обо всем пишете. Это вот тот как раз просвет, то просвещение, которое сейчас очень нам нужно в России. Вот скажите, пожалуйста, вы прекрасно объясняете то, как человеческий организм работает на уровне устройства, на уровне психосоматики и так далее. Вот скажите, все-таки с точки зрения восприятия информации мужчины и женщины разные или одинаковые? Ну, именно на уровне действия мозга я очень сильно сомневаюсь, что там есть какие-то значимые отличия. Особенно, я так понимаю, речь сейчас идет конкретно о вождении автомобиля. Это так или вообще, в принципе, в любом восприятии. Нет, нет, вовсе нет. Вот. И там нет никаких особых специальных отделов мозгу, которые отвечают за вождение автомобиля, как понимаете, потому что наш мозг и наша психика, она возникла за 50 тысяч лет без облетения двигателя внутреннего отгорания. То есть это, в общем-то, поведенческий сложный навык. По большому счету, он ничем сильно не отличается от любого другого поведенческого навыка, будь то там бытовой ремонт делать или кулинарией заниматься. Не сказать, что он какой-то сильно сложный. В принципе, все люди худо-бедно, ну, почти все люди обучаются водить машину. То есть это редко найдешь человека, который совсем уже не способен. То есть, скажем так, это самый сложный из доступных нам навыков. То есть, в принципе, там 90% населения, которое желает получить права, идет, учится. Их как-то плохо сначала, потом лучше и лучше начинает водить машина. И нет каких-то специальных отличий для мужчин и женщин. То есть это все упирается именно в практику и в навык. Просто у нас в стране все-таки все еще автомобиль не у всех. И в целом просто мужчин больше водят. Я думаю, если есть эти различия, что тоже вообще не факт, то это все просто за счет того, что среди женщин больше неопытных водителей. Если там когда-нибудь мы станем большой, богатым, мы уже большая, но когда-нибудь мы станем богатой и такой очень развитой страной. И у нас, как в Америке, вводят по автомобилю на каждого взрослого члена семьи. И как американцы мы будем с правами чуть ли не рождаться и 18 лет поголовно садиться и ездить. Ну, хотелось бы, наверное, а может не хотелось бы, не знаю. Вот, ну и тогда эта проблема исчезнет. А сейчас все-таки в большинстве семьи одна машина. Если это одна машина, как правило, водит мужчина. Женщина там так, на подхвате. Мне кажется, это не из-за финансовой составляющей так происходит. А из-за чего? Просто нет надобности для женщин это делать. Ну, зачем им тратить время? Нет надобности, нет денег. Время, деньги, желание надо иметь. Все, зачем им быть супер-водителем, если ей надо в магазин за продуктами? Ну да, ну да. Еле на это надо. Учится ваша шанс ездить. Там целый список совершенно социальных причин, по которым просто женщины реже, меньше вводят, позже права получают, реже ездят. Павел. Именно вот за счет того, этот навык, он не шлифуется, и просто больше неопытных водителей. Ну, я понял. А скажите, вот Татьяна говорила про особенности зрения, а то, что у женщин более развито исторически, эволюционно периферийное зрение, а у мужчин тоннельное, то есть острота, потому что мужчина на охоте, женщина дома. Вот вы с этим согласны? Нет, я с этим не согласен. Это все упирается в пластичность нейронов, нейронов, пластичность мозга. Это штука, мозг, который очень хорошо, быстро или не быстро, но очень хорошо обучается под обстоятельствами. То есть если обстоятельства требуют от женщин смотреть по периферии или смотреть тоннельно, то есть мозг перестраивается и начинает выполнять задачи, которые перед ним стоят чаще. Извините, пожалуйста, я права или нет, что есть даже своеобразные какие-то рисунки, которые позволяют развить то или иное зрение. Стереорисунки, по-моему, какие-то были, да? Да, это все можно развить, это все тренируется. То есть это вне автомобиля даже можно тренировать. То есть, Павел, могу ли я сформулировать это так, что полового деморфизма на уровне головного мозга не существует? Нет, не существует. Это все социология, это экономика, это не нейробиология. То есть фактически феминизм, как движение за равные права мужчин и женщин, он, так сказать, имеет научную под собой основу? Ну, в общем, да. Я никто, собственно говоря, не отрицаю. То есть у женщин и мужчин равны у нас по правам. Кому это надо? Здравствуйте. Сейчас за пропаганду феминизма можно два года лагерей получить, как он пусирает. Мы ничего не пропагандируем. Мы не пропагандируем. Мы боремся исключительно своими достоинствами и недостатками. У меня их много. Поэтому, когда вот это самое, я свои недостатки предпочитала лечить автоспортом. Понятно. Хорошо. Мне их достаточно. Да, Павел. И вот, ну, и все эти аннернации про блондинку за рулем, про женщину за рулем, это, ну, причем даже я не буду, могу предположить, что они какое-то основание под собой имеются. Действительно, чаще-чаще неумелых водителей женщины можно на улице встретить, ну, на дороге. Павел. Но это не потому, что они женщины, а потому, что они славы. Я в душе блондинка, я согласна. При ваших словах о блондинках, да, обе гости сейчас поправили такими элегантными движениями свои черные, как смоль, волосы. Шевелер. Но у меня они с рыженькой, это натурально. Очень красиво. Но при этом, при всем, когда начинают говорить о блондинках, я всегда цитирую одну из моих учениц, они говорят, отстаньте от меня, я в душе блондинка. Да, 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 да. Павел, спасибо большое вам. Спасибо. Вот, кстати, о блондинке в душе. Вот, как мне кажется, есть такая тема, у нас все-таки, вот мы говорим про феминизм и равноправие мужчин и женщин, Россия все-таки в этом смысле более традиционалистская страна, чем там та же Америка и страны Европы. И очень часто женщины, когда садятся за руль, они продолжают чувствовать себя женщинами и чувствуют, что все им обязаны. Уступать дорогу. Да, и вот я иногда, и мне кажется, что это, то есть я, естественно, не против того, дорогие женщины, там, конечно, мы вас любим, обожаем, вы вообще главное достояние России, да? Не нефть, не газ. Красивая женщина. Красивая женщина. Но с расстояния в 20 метров уже не видно, кто сидит за рулем. Конечно, и вот ты видишь, как девушка, не включая поворотников, начинает смещаться направо, а там едет мотоциклист. Ой, так это же не только женщина. И ты говоришь, она сейчас его сметет. Ну да. А извините меня, мужчина с региональными номерами. Мужчина, да, это правда. Нет. Я при этом говорю, господи, опять страна попуасов. Это правда, это правда. Опять страна попуасов. Это правда. Только с пальмы слез, а тут еще и поворотники включать. И раньше это казалось бравадой. То есть так, а я вот в наглую так вот буду, не включив поворотник, я называю это, не повернув головы качан и чувств никаких не изведу. Как Маяковский и писал, да. Это правда. То есть это совершенно из-за этой серии. А по поводу блондинок хотела дополнить. У меня есть замечательная подруга, она кольцевая гонщица, Наталья Гольцова. Да, которая выиграла последний этап. Да, последний этап, вот мы ее поддерживаем, помогаем, как мы можем всем, чем... Вот, дорогая наша Наташа, она блондинка. И, видите, тем не менее, идите догоните ее на трассе гоночной. Она замечательно ведет борьбу. Вот я была в Нижнем Новгороде лично и наблюдала... На Калини, да, она ездит сейчас? На Калини ездит, да. И наблюдала борьбу, как они с одним мужчиной, они просто не на жизнь, а на смерть. И там с первого завала она выбирается просто замечательно просто. Вся трибуна вот так вот за нее, хотя половина людей как бы не осведомлена, кто едет, да. Вот просто смотрит машина, просто красивая борьба. И вот так вот, вот так вот они все время переставляются. То она, то он ее, то она, то он ее. Дождь идет еще, такая тяжелая условия, да. И они едут смещенные классы. У них очень быстрые машины, вот они на более медленных. И там, ну просто с ума сойти, вся трасса занята, все время везде какая-то борьба. И вот Наталья, она как бы... И она побеждает в таких условиях. В таких условиях, да, среди мужчин побеждает. Причем, что финансирование они с мужем сами, у них есть какие-то там помощники. Они не из Москвы, там есть какие-то партнеры, спонсоры, там кто как может, кто чем. И, ну, при таких вот тяжелых условиях человек может... Это фамилия знаменитая. Ну, отец. Ну, понятно. Тогда понятно, откуда что берется. Я вот считаю, что все-таки девчонкам... Опять-таки об обучении, да? Великолепные совершенно. Нет, я преклоняю шляпу. Мы занимались и Гольцов, и Потапов, и я в свое время занимались бизнес-пилотами. И один раз, смотря на то, как едет один промежуток, как едут гонщики, ехал Успенский, ехал Новиков, ехали там Вертунов, еще там кто-то. Зверидов, там мои, там вся головка, Васин, все. Ну, понятно, да. Единственный, кто проехал, у него был Трутнев, да, наш министр. Министр природных ресурсов, да. Природных ресурсов, да, который тоже гонялся. Вот его Гольцов как раз тренировал. Вот он единственный грамотный, который проехал. Который правильно проехал, да? Я, а мы брали секундомер, а мы брали секундомер участка, и, то есть, он был не у меня. Я когда посмотрела, я говорю, вот, вот это единственный человек, который здесь грамотно проехал, и проехал так, как надо, не размашисто, не выпендриваясь, идеально. Он не занял на этом этапе никакого там места. Ну, продемонстрировал класс, да. Но после этого я подошла к Володе Гольцову и сказала, Володя, я восхищена, это очень здорово. Здорово, здорово. К сожалению, наш час пролетел абсолютно незаметно, но, мне кажется, мы за это время успели сформулировать две очень важных вещи. Первое, что все-таки мужчины и женщины могут водить одинаково. И второе, просто нас нужно уметь готовить, да, вы просто не умеете готовить. Это точно. Вот, огромное спасибо. У нас в студии были Светлана Муравейникова, тренер по автоспорту, настоятельно ее рекомендую. И Инесс Тушканова, гонщица. Инесс, огромных тебе успехов и саморазвития, вот, потому что в конечном итоге автоспорт, это, вот, с моей точки зрения, это одна из высших ступеней самопознания. И к этому мы еще раз вернемся в рамках дорожного просвета. Всего хорошего. Продолжение следует...